Ребята, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о такой идее бизнеса, как газета в подарок на день рождения, или на юбилей свадьбы, или на любую другую знаменательную дату. Что это такое и что это за газета? Я увидел на ютюбе, на канале Умелая ТВ, недавно такое видео, большая посылка, что в ней такое. Автору канала прислали в подарок газету, она вот как видите, такого уже качества под старину, где взята газета от даты выпуска той даты, когда автор канала родился. То есть взята газета «Правда» той даты, и вот размещена здесь фотография молодого автора и небольшая статья. Таким образом, неплохой подарок получается, под старину газета оформлена, и даже внешний вид ее как будто старинный. Все оригинальные статьи и фотографии того выпуска именно за ту дату, а газета каждый день выходила, вот в рамку специальную можно повесить на стенку. Неплохой, замечательный подарок. Если кто-то захочет посмотреть это видео подробнее, как автор этого канала рассказывает, то можете найти канал Умелая ТВ, и вот большая посылка, так называется это видео, от 14 декабря 2015 года. Итак, я перешел на сайт ребят, которые делают такую, выпускают газету, и здесь уже более подробно можно ознакомиться. Timesprint.ru называется сайт. Что здесь предлагают? Газета в подарок на день рождения. Например, вы хотите кому-то подарить, особенно постарше кто, потому что тогда, ну, как бы в старину, ну, не то, что в старину, пораньше выходили газеты, там, например, 30-40 лет назад, там уже маленько другие события были, как сказать, другое время, другие совершенно были статьи, нежели сейчас оформления, и это все окунуться, так скажем, в прошлое маленечко было бы интересно. Вот, и такую газету подарить, где, как видите сейчас на экране, фотографии юбиляра, кому вы будете дарить газету, вот, и небольшая статья, будет интересно. Вот, смотрите, тут будет архивный номер, датированный днем рождения, именинника, фото именинника, но это вы уже пришлете, статья об рожденном имениннике, небольшую статью можно разместить вот в этом видео, как бы автор этого канала, наверное, сам вам написал, какую статью, какой текст разместить, а он был размещен, можете посмотреть пример. Это самые реальные статьи из прошлого, то есть взята за эту дату оригинальная газета, ну, например, грубо говоря, кто-то родился там 10 октября 83-го года. Газета выходила каждый день, взят выпуск от 10 октября 83-го года, какую-то статью, значит, удалили, вместо этой статьи разместили статью и фотографию именинника, а все остальные абсолютно статьи со всех сторон, там, я не знаю, сколько там, 24 листа газета была, она, как бы, имеет уже оригинальные статьи того дня, конкретно того дня, месяца и года. Вот, ну и все, рамочку, наверное, можно выбрать, и, как видите, цена от 1390 до 2590 рублей. Вот тут разные фотографии, даже видео есть, можно заказать, смотрите, в багетной рамке цена, газета на бумаге А3 в тубе такая-то цена, в оригинальном размере, ну, и электронный вид, наверное, в электронном виде вышлют, а вы уже сами, как хотите или где хотите, распечатаете. Также, помимо дня рождения, например, можно сделать газету в подарок на юбилей свадьбы. Также взята фотография с дня свадьбы, и спустя, например, уже 10, 20, 30, 40 лет, видно, можно уже заказать такой подарок, где в оригинальном выпуске газеты будут также фотографии молодожен, небольшой текст, и вот в подарок на юбилей, там, я не знаю, на деревянную, какую-нибудь золотую, серебряную свадьбу, я думаю, тоже будет неплохой подарок, и достаточно оригинальный, который будет в рамке за стеклом. Газета, так сказать, как будто того времени уже, не чисто такой белый-белоснежный вид бумаги, я как будто вот именно состарилась. Вот, и будет хорошо висеть на стенке, мне кажется, это достаточно недорогой и в то же время оригинальный, интересный подарок, который любому должен понравиться, как на день рождения, как на юбилей свадьбы, а может быть и на другое событие. Также здесь всё рассказано про это, есть также ещё книга «Правда на день рождения». Видите, что это за книга, вы можете зайти на этот сайт, посмотреть, тут есть фотографии, есть, значит, видео, можете зайти всё посмотреть. Также ещё есть дерево пожеланий на свадьбу. Поэтому, видите, не только газету предоставляют, но и также и другие какие-то оригинальные сюрпризы, оригинальные подарки. Только фантазия может ограничивать в данном случае такую идею бизнеса. Также есть группа ВКонтакте, vk.com, timesprint. И здесь ВКонтакте также есть фотографии, вот как раз админа вот этого канала. Видите, тут последняя фотография. Другие фотографии есть. Здесь фотоальбомы, видео. Можете зайти в группу ВКонтакте, полистать, посмотреть. Видите, довольные люди, которые получили такой подарок. Вот такая хорошая идея бизнеса. Группа ВКонтакте есть, сделан сайт. Видите, можно как приехать туда заказать, так по телефону, по электронной почте сделать заказ, доставка по всей России. Тут даже, я смотрю, с Казахстаном и с других стран сотрудничают, поэтому, наверное, любой страны могут заказываться. Я этих ребят не знаю. Мне реклама эта не проплачена. Это даже не реклама. Это как идея бизнеса. Со своей стороны я могу добавить следующее, что мне кажется, очень интересно было бы. Ну, газета, правда, всего понятно. Но, например, в каждом городке выходила своя газета. Ну, например, возьмем какой-нибудь городок, грубо говоря, город Рыбинск, Ярославской области. Возможно, там газета, правда, не каждый день выходила, а, возможно, и каждый день. Если, например, кто-нибудь из Рыбинска, Ярославской области, то такой подарок можно сделать не конкретно там общероссийской, а точнее в то время газеты СССР, а именно взять газету «Правда» города Рыбинска, Ярославской области, за ту дату рождения, кому вы хотите подарить, и сделать вот такой подарок непосредственно выпуска той газеты, в котором в городе проживает именинник или молодожены там, или юбиляр. Но вы понимаете, можно не обязательно газету именно «Правда» брать. Я думаю, в каждом городе разные газеты выходят, и уже от той возможности, какую газету, какого выпуска вы сможете достать за определенную дату, вы можете так и сделать. Мне кажется, достаточно так даже было бы интересно. Это все можно делать через интернет. Я думаю, архивы газет можно найти через интернет разных городов, разных стран, там неважно даже распечатывать на разной бумаге. Видите, как и здесь предлагают совершенно разную бумагу, можно и такую газетную, это, может, в типографии где-то закажете, может, кто-то сам сможет распечатать, или на обычной бумаге, потому что тут, видите, тоже в багетной бумаге какая-то А3. Оригинально, даже в электронном виде закажут, быстро получат, и уже сами где-нибудь, где хотят, распечатают любую рамку, стекло сделают. Это уже дело каждого. Вот такая достаточно оригинальная, достаточно интересная идея бизнеса. Можно что-то другое, помимо газеты, придумать. И, как я сказал, можно газету брать определенного города, любую газету. Но фишка в том, что в газете будет конкретно статьи и фотографии именно в того времени, именно того выпуска. То бишь, оригинальный выпуск газеты за определенную дату. Только будет одна статья заменена. Ну все, ребята, на этом все. Если у кого-то еще мысли по этому поводу появились, какие-то оригинальные мысли, как можно дополнить, развить такой бизнес. Какое-то новое направление найти, какие-то новые идеи, новые фишки. Вы пишите все в комментариях. Я думаю, каждому будет интересно. Ставьте лайк этому видео. И обязательно подписывайтесь на канал Народный Бизнес, чтобы не пропустить новые видео с тематики бизнеса, заработка в интернете. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok